Я сегодня очень доволен игрой и ее содержанием. Доволен ребятами, как они отдавались. Мы второй матч проводим, тяжелый матч проводим. Мы с трактером отыгрывались со счета 0-2, сегодня в концовке, пропустив гол, тоже отыгрались и выиграли в овертайме. Это говорит о том, что у команды есть характер, и она готова вытаскивать матчи, даже где-то может в усеченном составе. Неплохо, где у нас сыграл в овертайе. В целом, хочу сказать, что матч у нас получился, не без ошибок, конечно. Мы очень настраиваемся, нам сейчас турнирное положение обязывают, каждый матч играть как финальный. Так что, хочу ребят поблагодарить за игру. Хочу поздравить Севересталь с победой. Молодцы, хороший урок нам преподали. А то, что касается игры и команды, то, в принципе, я был доволен, как ребята самоотдачей и как они выполнили установку на игру до второго гола, забитого Севересталью. В принципе, мы не имеем права отдавать очки, ведя по счету, и оставалась там концовка периода, мы не имеем права пропускать такие голы, мы не имеем права удаляться в овертайме и пропускать в овертайме. Но ситуация такова, что сегодня получилось, как получилось, поэтому делаем выводы, уроки, изучаем и стараемся не повторять ошибки. Опять же, повторюсь, доволен самоотдачей. Все бились до конца, все работали. Но так бывает. Алексей Дузенко, сайт Металлург. Виктор Николаевич, полтора месяца мы не видели на льду Томаша Филиппи, вы сразу его с первого звена поставили. Довольны ли вы этим сочетанием игры? Да, изначально мне нравилось сочетание Филиппи и Коварш, так как у нас отсутствует Сергей Мазякин, они друг друга хорошо понимают, неплохо взаимодействуют. И то, что касается Томаша по сегодняшнему матчу, для первой игры он выглядел неплохо, но я надеюсь, что он от игры к игре будет добавлять. В принципе, он будет добавлять, потому что он не играл давно, в физическом плане, в тактическом и во всех аспектах. Поэтому, как бы, очень хорошо, что он вернулся. Еще один вопрос. В первом периоде в резерве оставался Антон Шенфельд, а со второго вы его постепенно начали выпускать в периоды. Это тоже такая задумка? Это задумка такая, что у нас сейчас такое расписание, что мы переодевали 13-го нападающего так, чтобы хоть как-то дать некоторым ребятам передышку или подействовать на кого-то чисто психологически за проделанную ошибку или что-то типа этого. Поэтому я пытался крутить всех 13 нападающих, всех пробовал в разных сочетаниях. Некоторые сочетания работали, некоторые не совсем. Но такая ситуация, что приходится играть 13 нападающих. Сергей Антонов, Александр Вячеславович, вы сказали, что сейчас для вас каждый матч как последний. Перед этой игрой команда не попадала в восьмерку. С чем связана последняя потеря очков, падение в таблице? Я скажу так, что в большинственном матче мы проигрывали именно на собственных ошибках. Было много ошибок, которые приводили к голам. Хотя по игре игра давалась, игра велась, но проигрывали матчи в той же Таляттике. Мы допустили грубую ошибку, проиграв матч за 4 минуты. Хотя при счете 2-2 там все могло быть по-другому. Ну, может, сказалась вот эта пауза, перерыв, когда... Ну, не скажу, что набрали ход, но у нас было 4 победок ряду. То есть как раз перед паузой, может, где-то она сказалась. Но скребем очки, скребем, я думаю, на восьмерку на скребем. Еще один вопрос с тренером Северсталя. Десять дней назад в Череповце в составе Северсталя хорошо сыграл Ваш молодой вратарь. Не было ли мысли сегодня, учитывая тот матч, поставить его тоже в рамку? Не, ну, знаете, у нас мы вставили... Его было останкино, да? Да. Мы его заигрывали, потому что у нас еще не совсем установился после простуды, удачи. Сейчас Юлиус себя чувствует отлично. Он первый вратарь, и после такого не было. То есть он играет. Еще один вопрос. В конце второго периода за колющий удар вы потеряли капитана. Насколько это добавило сложности, чтобы тасовать составы, тройки? Ну, сложности добавило, конечно, но пришлось именно крутить. В конце мы перешли вообще на три тройки. Так скажем, собрали скелетик такой. Ну, и довоевали матч. Оно довели до овертайма. Хорошо, что в овертайме уже там попроще было. По три человека играют. Ну, конечно, когда выпадали капитаны, тем более Димка и Горлицкий, конечно, где-то пройдут потери. Но все сложилось так, как сложилось. Спасибо. 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 Спасибо.